Сказал Андрей Петрович, из гипотезы о эволюционной роли опухолей можно сделать несколько нетноривиальных предсказаний. Я в своем докладе остановлюсь на четырех из них и рассмотрю подробно доказательства этих четырех нетноривиальных предсказаний. Первое из них заключается в том, что онкогены, опухолевые субрессоры и деференцировочные гены должны коэволюционировать. То есть число онкогенов должно соответствовать числу клеточных типов. Эволюционно новые гены должны существовать, экспрессирующиеся в опухолях, как мы их называем, син-гены. И эволюционно молодые эндогены ретро-вирусов человека должны специфически экспрессироваться в опухолях, в отличие от более старых эндогенных ретро-вирусов. Итак, мы начали с того, что проанализировали различные функциональные классы генов человека. Функциональные классы мы определяли по тем базам данных, из которых мы их брали. Мы проанализировали гены домашнего хозяйства, проанализировали онкогены, проанализировали гены опухолевых субрессоров, деференцировочные гены, все белокодирующие гены человека. Мы их использовали в качестве контроля. Гены гомеобокс, содержащие гены, гены, увеличенные в поптос. Также мы проанализировали базу данных генов, полученные в нашей лаборатории, при помощи глобального читания. Эта база содержит в себе около 180 опухолеспецифических генов с опухолеспецифической экспрессией. Также мы повторили анализ раково-тостикулярных генов, раково-тостикулярных антигенов. Анализ мы проводили при помощи программ Protein Historian. Мы ее использовали для анализа белокодирующих последовательностей. И программу Hammer мы использовали для анализа неокодирующих последовательностей, таких, как гены с опухолеспецифической экспрессией, полученные методом глобального читания. Итак, в результате нашего анализа мы получили вот такие кумулятивные коревы. Здесь по оси ординат показано процентное отношение генов, возникающее в каждом из таксонов. Таксоны отложены точками на графике. По оси абциз показаны миллионы лет. Итак, чтобы численно описать вот эти вот кривые, мы ввели такое понятие, как период полуэволюции функционального класса генов. И он определяется как точка на оси абциз, которая соответствует возникновению 50% всех генов данного класса. Итак, давайте посмотрим на ход этих кривых. Кривая – филогенетическое распределение генов домашнего хозяйства, возраста генов домашнего хозяйства, возраста онкогенов, возраста опухолевосупрессоров, деференцировочных генов, гомеобокс, содержащий генов, генов, увлеченных в паптос, раково-тостикулярных антигенов, расположенных на аутосомах, гены, полученные глобальным вычитанием, белокодирующих генов, не кодирующие последовательности, полученные глобальным вычитанием, и раково-тостикулярные антигены, расположенные на х-хромосоме, и, наконец, не кодирующие последовательности, полученные глобальным вычитанием, расположенные на х-хромосоме. Уже отсюда видно, что по периоду полуэволюции эти корневые образуют три явно выраженных класса. Первый класс, включающий в себя онкогены, опухолиосупрессоры и дефоленцировочные гены, и остальные более молодые классы. Существование этих классов было подтверждено при помощи статистического анализа. Этими цифрами показана достоверность существования каждого виталения на этом дереве. И, как мы видим, эти классы, первый класс и третий класс действительно достоверно существуют. Итак, первый кластер включает в себя корневые распределения возрастов онкогенов, опухолиосупрессоров и дефоленцировочных генов. Располагается он между двумя контрольными корневыми. Корневое распределение возрастов генов домашнего хозяйства и корневое распределение всех блоккодирующих генов человека. Интересно, что корневые практически накладываются друг на друга, и это говорит о коэволюции онкогенов, опухолиосупрессоров и дефоленцировочных генов. Дефоленцировочные гены – это те гены, которые определяют формирование того или иного колечного типа. Таким образом, этот факт подтверждает, что опухоли могут играть роль в возникновении новых колечных типов. Второй класс содержит в себя, включает в себя гены, гомеобоксодержащие гены, гены увеличенной апоптос, раково-тостикулярные антигены, расположенные на аутосомах, и блоккодирующие гены, полученные методами глобального вычитания. Интересно, что первый кластер и второй кластер отстоят друг от друга на несколько сотен миллионов лет. Это может говорить о том, что сначала возникает колечный тип, а уже потом появляются гены, которые из этого колечного типа формируют новую ткань и новые органы. Ну и, наконец, наиболее молодой третий кластер функциональных классов. Он включает в себя неокодирующие последовательности, полученные методом глобального вычитания. Раково-тостикулярные антигены расположены на экстремосоме. И отдельно мы вынесли, так как экстремосом является эволюционно новой, отдельно мы вынесли те неокодирующие опухоли, специфически экспрессирующиеся последовательности, располагающиеся на экстремосоме. Таким образом, мы показали существование целых классов эволюционно новых опухоли-специфических генов. И, как видно, большая часть этих генов возникает у приматов, то есть они являются совсем-совсем эволюционно молодыми. Вот здесь это более наглядно видно. Соответственно, вот узконосые обезьяны. И видно, что очень резкий скачок возникновения вот этих генов, входящих в третий кластер, происходит уже после возникновения полиматов. Ну и здесь это еще более наглядно видно. Интересно, что гены, которые мы обнаружили в нашей лаборатории, то есть не кодирующие гены, последовательности расположения на экстремосоме, которые экспрессируются опухоли-специфически, они возникают наиболее активно в период последних 67 миллионов лет, а более 20% возникает между шимпанзе и человеком, то есть последние 5 миллионов лет. Естественно, если мы говорим о какой-то новой эволюционной парадигме, то нужно смотреть не только человека, но и другие виды. И мы провели подобный анализ для генов мыши. И, как вы видите, как первый, так и второй кластер существует тут тоже. Онкогены, дифференцировочные гены и опухолевый сепрессор тоже коэволюционируют. И второй кластер отстает также на несколько сотен миллионов лет. Но, однако, опухоли есть не только у позвоночных, но и у беспозвоночных. И мы решили посмотреть, как с этим обстоят дела у беспозвоночных. Мы проанализировали распределение возрастов функциональных классов у Cynarabditch elegans, то же самое. Мы проанализировали распределение возрастов у Drosophila melanogastro, то же самое. Таким образом, можно считать, что этот шиномен, он, скорее всего, характерен для эволюции всех живых организмов. А дальше мы решили сопоставить количество кличных типов и число онкогенов в различных таксонах, в различных организмах. И, как вы видите, действительно есть соответствие числа онкогенов и числа кличных типов. Вот где Na, это значит, что здесь число кличных типов нам не удалось найти. Эти данные получены по различным литературным источникам. Как мы видим, соответствие действительно есть. Например, у человека 224 онкогена и 240 кличных типов описано. Именно морфологических кличных типов. Так. Теперь о эндогенных ретровирусах. Как уже упоминал Дарья Петрович, эндогенные ретровирусы входили в геном порядка человека в различное время. И наиболее молодыми являются эндогенные ретровирусы семейства K. И мы решили проанализировать их экспрессию. Ну, а также мы проанализировали экспрессию эндогенных ретровирусов семейства H, которые постарше, чем K. Что же мы увидели? Вот экспрессия эндогенных ретровирусов K в нормальном лимфоците, а вот экспрессия в нормальном лимфоците эндогенных ретровирусов семейства H. Мы видим, что эндогенные ретровирусы K практически не экспрессируются, в то время как H имеет высокий уровень экспрессии. А что происходит в опухоли? Если мы возьмем лимфому, мы увидим резкий рост в экспрессии эндогенных ретровирусов K. А что в других органах? Вот, например, экспрессия эндогенных ретровирусов K в нормальных клетках легкого и при мелкоколичном раке. Та же самая картина. Итак, мы показали, что филогенетическое распределение возрастов онкогенов, опухолевых супрессоров, генов, опухолевых супрессоров, финтенцировочных генов, контривисло-генетическое распределение практически совпадают и принадлежат к одному кластеру, что говорит о том, что эти функциональные классы коэволюционируют. Мы подтвердили другим методом эволюционную новизну генов раково-тостикулярных антигенов. И мы показали эволюционную новизну нового класса неокодирующих опухоли, специфически экспрессирующихся последовательности. Мы показали, что число клетчатых типов действительно соответствует числу онкогенов. И мы показали, что эволюционно молодые ретро-вирусы в опухолях действительно экспрессируются активнее, чем в норме, и в то время как более старые эндогены ретро-вирусы имеют примерно равный уровень экспрессии как в опухолях, так и в норме. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Доктор Буаранагура. Доктор Буаранагура. Can we have a microphone, please? Итак, в некодирующих генах, некодирующих, соотношение мирно какое? Учитывая, что очень многое излучается с помощью микро-РНК. Мы проанализировали. Мы не анализировали микро-РНК. Это только длинные, некодирующие области. Понятно, понятно. Микро-РНК вы не анализировали. Как минимум, одна микро-РНК, но это было не системное исследование. Вот по этой кривой, там была одна микро-РНК, да? Среди некодирующих РНК была одна микро-РНК и длинная некодирующая. Но мы не знаем соотношения. Не могли бы сказать, вот на определенной опухоли можно просмотреть, какие онкогены вызывают в основном мутации определенных тюмор-супрессоров генов. А каково будет время появления этих онкогенов и этих тюмор-супрессорных генов по эволюции было? Кто появился раньше? На самом деле мы уже начинали подобные исследования, но просто вот рук не хватает, чтобы все это делать. То есть у меня была студентка, которая начинала делать исследования, и там действительно есть определенные корреляции. Насколько я помню, ну то есть мы смотрели пару онкоген-супрессоров, но пока про четкую корреляции не могу сказать. Где-то возникает раньше онкоген, где-то раньше супрессор возникал. Но это нам только, может быть, стоит изучить. У меня такое впечатление складывается, потому что мы сейчас анализируем, что более поздние тюмор-супрессоры, они мутируют намного-намного чаще, чем олд-тюмор-супрессоры. То есть более молодые супрессоры чаще мутируются? Инактивируются в опухолях, чем старые, скажем так? Ну, в целом, никаких противооречий вроде... Не знаю, не могу сказать. Тут можно что сказать? Что ведь супрессоров больше в несколько раз, чем онкогенов. И в этом смысле то, что Александр Васильевич сейчас сказал, это вполне возможно просто, да? Это вполне возможно. И это опять предмет отдельного, так сказать, изучения получается. Пожалуйста. Алексей Борисович, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, значит, ну, сейчас поток, количество вот этих эволюционно новых генов лавинообразно вырос. И появилась необходимость алгоритмизировать, по-видимому, поиск, во-первых, их функций, а во-вторых, изыскать какие-то механизмы, которые привели к тому, что у шимпанзе этих генов не было, а у человека появились, или там и мартышки не было, а у человека появились. Можете ли вы объяснить, как вы планируете эту задачу решать за счет таких подходов? Ну, если по функциям, допустим, то это можно использовать джинонтологи, можно использовать программу от GSC, например, которая показывает вовлеченность этих генов в сигнальные пути. А по поводу механизмов, которые привели к возникнению этих генов, на самом деле это можно использовать обычно, как бы, выравнивание, и смотреть, это ген Деновы, это псевдоген, это депликация гена, допустим, с потерей старт-кодона, и тогда она превращается в некодирующий РНК. Ну, то есть вот как так? В докладе Катерины Аковловой будет видно, что число функций, оно драматически возрастает от состояния, это есть такое состояние, которое называется протоген, то есть ген вот возник, но он еще без функций. У рыб и до человека драматически увеличивается число функций, и при этом возникают функции, которые у рыб вот не существуют, вообще не могут существовать у рыб. Ну вот на самом деле мы еще анализировали по джинонтологи, делали анализ генов вот этих, которые у человека возникли, и которые экспрессируются на опухолях, но там практически нет никаких базовых, таких глобальных функций, только на уровне молекулярных, но ничего организмного нет. Но функции анкогенов уже есть, и киназы есть, и вот это связывание с ДНК, регуляция транскрипции есть, вот такие функции есть, то есть базовые молекулярные функции, а из них потом может возникнуть вот, ну, все что угодно, особенно когда речь идет о регуляции транскрипции, то есть это фактически возникновение новых транскрипционных факторов, наверное. Трудно поверить, что, вот, явно есть какая-то тенденция к тому, что таких генов становится больше. Если они совсем ни за чем не нужны, то едва ли это настолько бы прогрессировало. Ну, шло бы и шло своим чередом. Есть какая-то вспышка. Потому что, по-видимому, все-таки какие-то функции у них должны быть. Ну, или, как альтернатива, должна быть причина, почему эти гены начали плодиться, какой-то механизм их мультипликации, создания из того, что прежде геном не было. Ну, насколько я понимаю, в целом возникновение новых генов – это вообще тенденция эволюции. То есть гены в эволюции возникают. Тут интересно… То есть они быстрее возникают у приматов, там, у человека по сравнению с шимпанзе, чем у шимпанзе по сравнению с гипотом? Нет, я не говорил, что они быстрее. А он сталкивался в нашей картинке. Нет, я не говорил, что быстрее. Мы не сравнивали скорость возникновения новых генов у шимпанзе и у человека. Я говорил лишь то, что большое количество не кодирующих последовательностей, экспрессирующихся обхуде специфически, возникло между шимпанзе и человеком. То есть, но можно сделать такой же анализ, скажем, для шимпанзе, и сравнить с другим приматом. То есть мы… Я не могу сказать, быстрее или нет, они возникают у человека. Мы не делали сравнение разных видов по скорости возникновения новых генов в этих видах. Вот смотрите, как интересно получается. Вот сейчас доминирующая концепция в мире – это то, что вся морфологическая эволюция и вообще все виды эволюции связаны с регуляторными элементами. А вот морфологические признаки, они возникают путем комбинации уже существовавших генов. Теория эволюции путем дупликации генов, она о другом. Она говорит о том, что вообще новые гены возникают. И у человека возникло тысяча новых генов. Вот Сергей Георгиевич Томов, наш выдающийся генетик, он это никак не может объяснить. Он считает, что человек закончил свою эволюцию. Я ему тогда говорю, Сергей Георгиевич, ну как же, а вот тысяча новых генов. Он не может ответить, понимаете? Да, теперь смотрите, что интересно. Даже хаоскиппинг гены возникают. Даже, уж казалось бы, хаоскиппинг, всем известно, что хаоскиппинг гены, это древние гены, они все возникли. А вот кривую же вы смотрели, и у человека возникает еще там что-то, сколько, сотня генов хаоскиппин, значит, это кому-то нужно, понимаете? Я имею в виду, что вот этот процесс возникновения новых генов и новых функций, он еще недостаточно изучен, понимаете? Вот смотрите, чем занимается молекулярная эволюция. Вот это теория молекулярной эволюции. В основном возникновение новых генов путем дупликации. Все. Понимаете? Чем занимается ЭВД? В основном эволюция регуляторных батарей. А вот понятие новой функции, ну вот как, огромный шаг, конечно, генная онтология, то, что генная онтология появилась, и хотя бы это стало возможно анализировать, понимаете? Вот какие все-таки функции-то действительно возникают вот из протогенов вот у человека. То есть все это в высшей степени интересно, и это вот как раз вот то, что Евгений Андреевич обозначил там в конце, что это требует переосмысления как основательного, понимаете? То есть это говорит о том, что надо создавать новые парадигмы, понимаете? Надо мыслить вот о том, что у нас происходит в биологии. Евгений Андреевич, пожалуйста. Я хотел бы сделать комментарий по поводу одной вещи, которая, на мой взгляд, сильно недооценивается в связи с тем, что кто-то задал вопрос, зачем они возникают. Значит, огромное большинство, ну, по крайней мере, известных процессов в природе, они основаны на стахастике. Вот, происходят какие-то, постоянно происходят какие-то в живых организмах изменения. Возникают новые варианты генов за счет того, что в них появляются мутации, которые являются не мутацией, а источником гетерогенности генов. И совершенно, на мой взгляд, естественно, что возникают стахастически, могут возникать с достаточно высокой частотой и новые гены. Чем при таком возникновении эти новые гены могли бы характеризоваться? Ну, в первую очередь, именно тем, чем характеризуются ваши гены. У них нет функций. Функции либо возникнут, либо не возникнут. И это тоже стахастический процесс. Если они возникнут, эти гены будут отбираться в эволюции, они начнут участвовать в каких-то процессах. Если они не возникнут, то они являются прекрасным диагностическим материалом, и это надо использовать. Но такой предопределенности, товарищ, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, в живых организмах не существует. Они возникают, даже если это никому не нужно. Если бы это была стахастика, ну, в каком-то проценте были бы, а в каком-то не было. Здесь предопределенность существует. Соответственно, функция какая-то все-таки должна быть, хотя мы ее не видим. Это требует некоего дополнительного анализа. Почему они возникают в опухолях? В опухолях просто все процессы идут много быстрее, чем в нормальных клетках. Это может быть причиной. И возникновение новых генов тоже. Но это требует... Конечно, все требует анализа. Но вот эта стахастичность жизни, вот ее все время нужно иметь в виду. Он явно уже прошел некую селекцию. И есть вполне конкретный профиль экспрессии у него. Это явно не есть некая случайность. Вы знаете, я вот сейчас скажу интересную очень вещь. Был великий философ Карл Поппер, который вел понятие пространства возможностей. И он применил это понятие к эволюции жизни в том числе. Он говорит, смотрите, вот возникновение каждой молекулы, она открывает массу возможностей. И теперь, смотрите, дальше. Эволюционисты, морфологи, используют понятие пространства морфологических возможностей, причем нереализованных еще. То есть, понимаете, и мы говорим, вот наш разговор идет о том, что мы ищем... То есть, вот опухоли являются поисковиком в пространстве нереализованных возможностей каких-то. Понимаете? Это, вообще говоря, намогенез. Это вообще ортогенез. Это... И мне кажется, что если мы начнем понимать эти закономерности, возможности с помощью искусственного разума, вот эти игры компьютерные, которые, знаете, вот к чему это все может привести, мы поймем ключ, как нам опухоли дифференцировать. То есть, если мы, грубо говоря, мы можем экстраполировать вот возникновение функции этого гена, его инвитро прокрутить, синтезировать, вот это будет лекарство, которое надо вводить, чтобы эту опухоль, значит, ее будущей функцией задавить как-то, понимаете? То есть, все это в высшей степени, во-первых, научно, да, поскольку я говорю, вот понятие пространства нереализованных возможностей, оно научное, оно выдвинуто выдающимися умами. Мейнерд Смит в биологии, Поппер в философии, да, и, а с другой стороны, все это подверг, доступно экспериментальному анализу, понимаете? Особенно сейчас с суперкомпьютерами, можно моделировать, в общем, молекулярную эволюцию очень далеко. Понимаете, мы же вот сейчас вот здесь это анализировали назад, но точно так же можно и вперед проводить анализ. Уважаемые коллеги, я считаю, что очень интересная дискуссия, и это очень полезно, и особенно вот то, что молодежь может выслушать мнение Евгения Давыдовича. Спасибо, Евгений Давыдович, вам за ваше мнение. Спасибо, Евгений Давыдович. 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 Продолжение следует...